Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня я хотела записать видео о своих орхидеях в открытой системе. И я хочу сначала поблагодарить всех, всех своих подписчиков и гостей своего канала, которые заходят на мой канал и пишут комментарии. Потому что идея этого видео пришла мне именно из одного из комментариев. Меня спросили, как поживают мои орхидеи в открытой системе. И я задумалась о том, что действительно, ровно год назад, осенью, да осенью, я поставила свою первую орхидею на открытую систему. Мне стало интересно, а получится ли у меня. Меня не остановило абсолютно то, что это осень, то, что это смена климата. Ну, сами понимаете, переход туда-сюда. И так растениям непросто. Еще я тут со своим, как говорится, переходом. Вот. Но меня это не остановило. Когда что-то очень интересно и когда очень что-то хочется, то это действительно можно. И вот прошел год. На самом деле, у меня было больше орхидей, больше в открытой системе. У меня было около 15, наверное, да, орхидей. Но я себе оставила 5 орхидей, которые, скажем так, я хочу их оставить в своей коллекции, во-первых. Вот. Во-вторых, им понравилась эта система содержания. То есть, естественно, мы же не просто так берем, перекидываем. И после этого, если у вас, то есть орхидея всячески покажет, что ей это не нравится, вы же не будете дальше это продолжать. Правильно? Мы наблюдаем, смотрим на развитие. Если все хорошо, так и оставляем. А многие орхидеи... Я в этом году очень много орхидеи продала. То есть, они зацветали. Это были дубли. И, допустим, если эта орхидея находилась в открытой системе, я просто потом пересаживала ее в кору или в керамзит и спокойно продавала. Потому что из открытой системы орхидея, как правило, нормально воспринимает все остальные посадки. Ну, по крайней мере, в мое наблюдение именно такое. У меня даже есть видео, как перевести орхидею за 7 дней на открытую систему. Конечно, возможно, это было не совсем корректное, скажем так, наблюдение за 7 дней. Но не то, чтобы перевести за 7 дней орхидею полностью на открытую систему. Нет, конечно. Я там про это тоже говорила. Просто за 7 дней я попыталась рассказать, как наблюдать за орхидеей, нравится ей или нет. Ну, давайте подробно все-таки посмотрим мои орхидеи, которые у меня сидят в открытой системе. И переводить в какую-то другую систему я их не хочу и не буду. Потому что и мне, и им это очень нравится. Начнем, пожалуй... Я их сейчас специально... Какие-то из них, видите, это банка, кашпо. Стеклянные банки. Все вот такие вот стеклянные баночки, вот такие вот округлые, они у меня вот в таких вот подвесных, вот таких вот плетеных кашпо. И они у меня подвешены. То есть они у меня висят. Я специально их сейчас сняла, принесла сюда, чтобы вам показать. Конечно, в обзорах, которые сейчас были про мои растения в октябре, я их показывала. Но хочу сейчас вот отдельно рассказать, как и что и почему. Допустим, вот эта орхидейка. Название ее я не знаю, потому что в моих условиях она еще ни разу у меня не цвела. Да. Ну, я вам хочу сказать, что ее судьбу я помню отлично. Она у меня уже три года. И из них... В чем она... То есть, естественно, она сидела у меня и в корее, и в пеностекле. И не особо-то она у меня росла. Да, представляете? После того, как я переставила ее вот в эту баночку, я считаю, это открытая система. Потому что она здесь просто закреплена пеноплексом. Вот эти старые корни, которые вы сейчас видите, скажете, Боже мой, Надежда, старые там корни. Ничего страшного с ними нет. Это обычная история у орхидеи, когда вы меняете, допустим, ей посадку. Вы меняете ей посадку, и она начинает к новым условиям наращивать, естественно, новые корешки. На данный момент у этой орхидейки все корешки, ну, по-моему, да. Да, все корешки у нее закуклены. Абсолютно все. Орхидея находится в спячке. Я так понимаю, что это прям реально-реальная спячка. А вот эти старые корни, которые у нее, они мне не мешают. Они ей не мешают нисколько. Они, наоборот, служат тем самым закреплением. То есть, именно их я закрепила пеноплексом, и они прекрасно держат эту орхидею. Как видите, здесь она не шатается, не качается. Все с ней хорошо. Она тоже у меня в подвешенном состоянии. Но у нее очень хорошо идет вот этот листик. Вот. Скоро я ее... Ну, вообще, как бы у нее должен быть полив. Да, должен быть полив. Сейчас я посмотрю. Да, и банка, скажите, Надя, некрасивая. Все это... Вы знаете, когда она вот так вот в подвешенном состоянии вот так вот висит. Вот так вот у нее вот так вот. Вот так вот она висит. И у нее еще снизу все это беленьким заделано. Но особо-то и не видно, как говорится. То есть, вот так вот, если там еще сделано. Вот. В общем, так, уход какой. Раз в неделю подхожу, плюхаю водичку вот сюда на дно и ухожу. Все. Конечно же, я жду от нее цветонос, и он будет у нее не за горами. Если она не процветет у меня к Новому году, то, скорее всего, она процветет у меня к весне. И скажу сразу же, это миф и заблуждение, что орхидеи в открытой системе не цветут и не растут. Это заблуждение, ребят. В таком же состоянии вы просто сейчас можете посмотреть, когда вы делаете посадки, допустим, кора или керамзит, да, в каком состоянии находятся внутри корни. Вы же их не видите половину, да? Вот. А они там точно такие же. Вы просто их не видите. Вот. Как-то так. Здесь просто все видно. Вы можете здесь просто прекрасно все наблюдать. Видите, я ее даже не протерла, не стала готовиться, как говорится, к съемке. Просто сняла и начала вам показывать. Уж коль сейчас сняла, я уж сейчас разведу им водичку с лимончиком. Я их сейчас протру, набрызгаю. В общем, наведу им лоск уже после съемки, конечно же. Итак, вот орхидейка, которая спит. Это нормальное состояние, то же самое орхидей. Вы же тоже любите поспать. Да и я люблю поспать. Едем дальше. Вот эта орхидейка, она у меня тоже вот так красиво так висит. Она у меня на подоконнике. В таком вот подвешенном состоянии. Представьте, какая красота. Ну, просто красота. У этой орхидейки, в отличие от первой, здесь у нас раскукленные корни. Она очень тяжелая. Извините, держать ее на самом деле уж не тяжело. Хотя она тоже там внутри, у нее только закреплено все пеноплексом и не более того. А мы выпустили вот такой вот цветонос красивый. И на старом цветоносе мы пробудили почку. Мы готовимся к цветению. Также она ростит вот такой отличный листик. Вот тут эти старые листики, конечно же, со временем она уберет. Какие-то она уже поубирала. Так, давайте посмотрим, что у нас в посадке. В посадке у нас... А что у нас в посадке? В посадке у нас корни и борода. Я, по-моему, сегодня уже успела ее... Да, я ее полила. Вот, посмотрите. Наглядно, да, видно старые корни. Вы же понимаете, да, что корни не вечные. Корни уходят во всех посадках абсолютно. Не важно, в чем у вас сидит орхидея. Какая у вас посадка? Какие вы любите составляющие? Подчеркну, не орхидея любит, а вы. Потому что вот эти все посадки вы делаете не для орхидеи, а прежде всего для себя. Это мы адаптируем наши орхидеи под наши условия. Если мне, допустим, удобно содержать в открытой системе, либо в керамзите, то я именно это и делаю. Мне не нравится, допустим, кора. Не орхидеи, а мне не нравится. Поэтому у меня и нет в коре. Вот. Так что с этой орхидеей все хорошо. Тоже сейчас на виду и глянь. Смотрите, какие мы грязненькие. Ну, что теперь сделаешь? Извиняйте. Сейчас все красиво помоем. Вот такой отличный листик у нас идет. Все хорошо. Никаких обработок, ничего у нас не было. Так, отставляем. Так, я вам скажу так, что все эти орхидеи я перевела в течение... Ну, по Новый год. Да. То есть я начала это поздней осенью, а на Новый год в декабре я их прям перевела. Поэтому, ну, грубо говоря, год. Вот они у меня так год в этом всем сидят. Мои дорогие Леодора. Леодора, это вообще, это мои орхидеи. Это я их обожаю. Боже мой, это мама и дочка. Ну, вы посмотрите, это же просто песня. Совсем недавно они отцвели. Совсем недавно, да. Дала цветонос и мама, и дочка. Вот такая вот композиция. Вот этот камень, кстати, который у нее... Он у нее остался еще от старой посадки. Где-то даже, по-моему, были... Нет, не было видео. У меня тогда еще канала-то не было. Я не показывала ее. Такой вот огромный лист. Прекрасно цветут. Прекрасно цветут. Вы смотрите, какие классные у нас корни. А внутри... А внутри это что-то вообще. Это фантастика. Фантастика. Я обожаю. Я обожаю вот эти водоросли зеленые. Да, классные. Уход такой же. Раз в неделю подошла. Налила воды. И ушла. Вот. Как воды? Я вам скажу сразу же, что орхидеи в открытой системе, да, в принципе, так же, как и в керамзике, в каждый полив я что-то добавляю. Либо это лимончик, либо это удобрение какое-то. То есть, я свои орхидеи кормлю. Да. Ну, только не цветущие. Цветущие я стараюсь не поливать с удобрением. Вот. А если, как говорится, вот она вот в таком состоянии, она растет, ей надо покушать. Особенно вот такие вот огромные классные листья. Боже мой, Леодор, это что-то. Это что-то. Я на эти корни вообще могу смотреть часами. Подойти и смотреть, и смотреть, и смотреть. Ну, где вы еще такие корни увидите? Ну, где? Ни в какой посадке вы такой не увидите. Даже красота. Ну, вы понимаете, что это корни двух орхидеи, конечно же. Так, Леодоры посмотрели. Посмотрели дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше мой любимый Тарина. Тариночка мой. Да, это моя самая старая орхидейка. Она у меня сидела и в Корее. Ну, в общем, что я только не хотела, туда я ее и усаживала. Да, тут вот такие старенькие тоже корешочки. Они служат у нас теперь как опора. Вот, старые корешочки уходят. Вот внизу у нас все хорошо. Новые она наращивает. Видите? Я все ждала, вы знаете, у Тарины на в этом году цветонос. Цветонос она мне не дала. Козявка такая. Зато пробудила вот такую маленькую почку на своем старом цветоносе. Вот такой листик у нас идет. Посмотрите, какой размах листьев. Боже мой, она вообще, она шикарная. Она невероятная. Просто что-то с чем-то. Вот так вот. Нет, ну может кому-то не нравится, конечно, такое вот. Вот такое вот. Как, конечно, это может не нравиться? В любом случае, ребят, вот вы знаете, это вот может быть я сейчас, да, вот так вот отношусь к этому. Мне нравится вообще все состояние вот этих орхидей. Мне нравятся и зеленые стенки. И даже старые корни, которые уже вроде бы как и не работают. Хотя внутри тяжи это спорный довольно-таки вопрос, да. Потому что сколько я помню, смотрела блогеров и читала эту позицию, что кто-то говорит, тяжи работают. Кто-то говорит, нет. Но тут, как говорится, правды не найти. У каждого свое мнение. И у каждого оно правильное. Поэтому то, что они там подсохшие, гнилые, кажется уже, не то что гнилые, они засохшие, да. И кажется, что они мертвые и типа не работают. Да-то откуда же мы знаем, работают они ли или нет. Вот. А если, ну раньше я, если честно, я доставала периодически, промывала кашпо, ставила, опять все чистенько. Но я вам точно могу сказать, что при хорошем освещении и при удобрении, которое вы добавляете в каждый полив, абсолютно в каждый, вот такой вот зеленый ободок появляется буквально уже через 2-3 недели. Ну, поэтому смысл дергать орхидею туда-сюда. Мне очень нравится такая позиция. Она меня устраивает. Можно, конечно, прикрыть чем-нибудь, но мне нравится. Повторюсь. Так вот, Тарина себя прекрасно чувствует. Как вы видите, отличные у нас листья, отличные у нас корни. И даже будем чуть-чуть свести. Не знаю, что это вообще пипка может выдать, но что-то она выдаст. И последняя моя орхидея в открытой системе. Это звезда. Африканский закат. Он цвел вот этими двумя цветоносами. Как зацвел весной. То есть я перевела его на открытую систему, а до этого эта орхидея у меня вообще не цвела. Представляете? Не цвела и все. Я, если честно, даже не знала, что это за орхидея. Когда я перевела ее вот в эту банку, в открытую систему, во-первых, у нее пошли отличные корни. Ну, прям, ну, великолепные корни. Как бы вам их... Вот, посмотрите, что там делается. Все у нее отлично с корнями. Периодически я раньше, конечно, промывала у нее там вот эту тоже зелень. Сейчас я этого не делаю и не хочу этого делать. Просто не хочу это делать. Мне нравится. И вот эти два цветоноса, двумя вот этими цветоносами, эта орхидея цвела всю весну и все лето. Летом она цвела. Я вот эти два цветоносика отрезала. Думаю, ну и ладно, ну и хорошо. Стоит она у меня сейчас, эта орхидея, вообще на подоконнике без подсветки еще плюс ко всему. Есть у меня видео, не так давно выходила, на орхидеи без подсветки. Ой, не орхидеи, мои растения без подсветки. Кому интересно, пройдите, посмотрите. Я показывала там ее, вот эту орхидею, что она стоит у меня без подсветки. Там нет ламп вообще. Да, это южное окошко. Вот, ну, сейчас уже короткий день. У нас уже лежит снежок. У нас очень прекрасно. У нас такая классная погода, вы не представляете. Классно-классно. Прямо и тепло, и снежок, она маленько не тает. И вроде как уже беленько, свежо. Классно. Так вот, отвлеклась. Эта орхидея стоит у меня на подоконнике без подсветки. Посмотрите, какие у нас листья. На листьях характерный налет. Вы видите вот этот вот налет? Этот налет говорит о том, что у орхидеи прекрасный иммунитет. У нее все здорово и классно. Вот этот налет их защищает от вредителей. Это не просто так. Это матушка природа так задумала. Как видите, у нас растет маленький листик. А еще без подсветки она выдала вот такой цветоносик. Видите, какой он хорошенький. Так что африканский закат снова будет свистеть. Причем без дополнительной подсветки. Нет, что характерно, знаете, что я еще поняла и заметила. Там же, на этом подоконнике выдала свой цветонос орхидея, который у меня 4 года не цвела. Я поставила ее на то окно. Я так думаю, что это был для нее определенный стресс. И когда она выдала цветонос, я переставила ее на окно, где есть подсветка. И этот цветонос пошел просто с невероятной скоростью развиваться. Ну, просто стремительно. Поэтому, конечно, подсветка играет роль. Я не отрицаю это нисколько. У меня вся квартира в подсветке. Единственный подоконник без подсветки, это о чем просто говорит? О том, что просто ребенок запретил. А так бы я и туда какую-нибудь лампочку бы засунула. Просто я хочу вам сказать, что без подсветки растения так же растут. Все с ними хорошо. Но если вы хотите качественный, быстрый цветонос и все замечательно, чтобы было, конечно же, нужно поставить на освещенное место. И скорее всего, я эту орхидейку, африканский закат, переставлю. Ну и, конечно же, это же красота. Ребенок же не будет наблюдать за цветением. Она как-то вообще спокойно на это реагирует. Так что я, наверное, все-таки после съемки протру листочки, побрызгаю чем-нибудь вкусным и оставлю где-нибудь здесь, на каком-нибудь подоконнике, где ей будет светло и комфортненько. То есть вот такие вот корешки у нас растут. Вот видите, много раскукленных, все замечательно. А вот этими старыми корешками она прекрасно держится за стенки этой банки. Хотя, вы знаете, еще в прошлый раз я хотела в эту банку накидать каких-нибудь камней, потому что цветоносы были настолько большие. На цветоносах было по 6-7 цветов, а у африканского заката немаленькие цветочки. Она прям перевешивала. Ко мне я не накидывала, я просто ее пододвигала под другие кашпо, которые с керамзитом, которые тяжелые. И они тем самым придерживали, чтобы она мне не брякнулась ни туда, ни сюда, ни обратно. А так, конечно, это очень красивая орхидея. И цветение, не знаю, я думаю, что вы знаете все ее цветения африканского заката. Вообще, кстати, я расслабилась. Я вот тут, когда последний раз монтировала видео, что-то там с орхидеями связано. И я вот в своем альбоме, то есть у меня очень много, то есть галерея большая в телефоне, я думаю, как и у вас у всех. И я обратила внимание, что я последнее время, ну где-то с полгода точно, не делаю фотографии цветения. То есть у меня зацветают орхидеи, и я показываю видео, да, а фотографии не делаю, совсем расслабилась. В общем, буду исправляться. Потому что вот так вот если кинуться и за галереи свои фотографии добавлять в видео, то бац, а у меня почему-то, ну, нету. Так что я буду, ребята, справляться. Все-таки видео расслабляет, да. Думаю, ну, конечно, там же в видео есть все отлично, все окей. А видео тоже надо найти. Надо вспомнить, какое было видео. Найти это видео. И еще там фотографию выделить. Как-то так. Так что вот такие дела. Ребята, я надеюсь, вам видео мое понравилось. Если будут какие-то вопросы, а вопросов много, кстати, и я до сих пор отвечаю на вопросы к тому видео, как перевести орхидею на открытую систему за 7 дней, до сих пор смотрят и задают вопросы. Я очень рада. И я надеюсь, что и сейчас, если есть вопросы, пишите, пожалуйста. Я обязательно отвечу. Вот. Я, знаете, что еще хочу сказать. Вот первое время я прям сильно так переживала. Мне казалось, что мои орхидеи пересыхают, да. Вот эти корни серебристые. Мне казалось, они сжимаются. Все, мои орхидеи не допивают. Там еще что-то. Что вот они, она срочно пересохнет и погибнет. Вот у меня почему-то было такое вот паническое состояние, когда я начинала это делать. И первое время, то есть я заливала полностью банку, потом сливала, сливала, заливала. То есть я вот этим занималась. Я не делаю это, ребят. Потому что если бы я продолжала это делать, это столько ухлопываешь на это времени, что, ну, не уследишь. Ну, работа, беготня, ребенок там, там, школа, то-се. Конечно же, ты это все не будешь постоянно делать. Поэтому тут, как говорится, либо-либо. Я сказала своим вот этим зеленым красивым девчонкам. Я им сказала, блин, ну, либо вам это нравится, либо нет. Пересохло, потерялся тургор. То есть смотрите сразу на листья. На листья. Листья вам все подскажут. Если листик там, ну, вот, я не имею в виду, который верхний, да, допустим, нижний листик начал терять тургор, там, желтеть, это, скорее всего, нормально. Идут новые корешки, либо цветомосик пробивается. А вот если уж верхние листики, да, допустим, начинают что-то показывать как-то нехарактерно, там, желтеть, еще что-то происходит серьезное, тут-то, конечно же, это звоночек. Смотрим сразу же, делаем какие-то, то есть по ситуации, да. Кстати, если какие-то, допустим, такие ситуации непонятные с орхидеями, я, конечно, не хочу сказать вам, что я там гуру какой-то, специалист супер-пупер, но за много лет, как говорится, болячки повидала, вот, и как-то с ними тоже боролась. У меня есть ссылка на мой, на мою страничку ВКонтакте. Пожалуйста, пишите, скидывайте фотографии, а на Яндекс.Дзен вы вообще в сообщении можете кидать сразу же фотографию. Если какой-то вопрос, это очень удобно на самом деле. Я вот это видео залью на Яндекс.Дзен, и если есть какие-то вопросы у вас по вашим орхидеям, пожалуйста, прискидывайте фотографии, если у меня, то есть, похожая какая-то была ситуация, да и вообще какой-то совет я без проблем вам дам абсолютно бесплатно, ребят. Бесплатно заходите, пишите, скидывайте фотографии. Чем смогу, помогу? Вот от всей души, честное слово. Потому что сама была такая. То, что сама бегала, помню, ищешь, пишешь, пытаешься где-то у кого-то что-то спросить, то ответа не дождёшься, то ещё какая-то фигня. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, сейчас вы все меня поняли. Так что подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен, заходите в мою страничку ВКонтакте, буду очень рада. Ну, а я желаю вам прекрасного субботнего вечера, прекрасного настроения, отличного. Просто буквально я надеюсь, что я передала вам своё настроение. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok